ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дайте я сейчас останусь в победе у вас, во-первых. Ну и такой стандартный вопрос для начала, как бы вы матч охарактеризовали по содержанию. Очень быстрый матч, хороший, с очень большим количеством герезноборств. Значит, Торпеда Жодина сохранила свой стиль такой, быстрые игры, хорошая квалифицированная футболиста. И, наверное, что эта команда будет претендовать на высокий уровень. А так, ну, как я говорю, получилось, наверное. Все содержимое. Следующий вопрос. Иван. Сегодня основным главкером был Евгений Камазан в губернии Егора Харфеевича. В дне заявки остался Максим Плотников. То, что Максим остался в дне заявки, это забота его здоровья за синтезик и игровые моменты. У нас в любой момент может играть любой вратарь. Максим или Егор или Женя. Ну, в этот день, в принципе, мы угадали. Ну, как, не то, что угадали, а объективно. Он справился со своей задачей. Поэтому, как бы, такой вопрос немножко. Не надо. Нет ли такого нюанса, что... Нет ли. Похоже, не нужно играть? Нет. Нет. Поверьте, нет. Потому что мы тренировались в непростых условиях, где постоянно то погодные условия, то снег, то дождь, то синтетика, то поле. Так что, значит, мы, как бы, проверяли это... Вернее, походу проверял он и проверил себя. Поэтому... Олег, следующий вопрос. Алексей. Секретарь из столицы. Жан-Марель Пу принял сегодня шансы, не забил, был заменил с ротами. Но сколько бы довольны его играть? Ну, наверное, если бы забил, был бы доволен. А так, да. Ему еще придется доказывать. У нас очень высокая конкуренция. Особенно в атаке на любую позицию. Поэтому... Хотя провел очень качественный матч. То, что от него и требовалось напрягать, не давать крайнему защитнику расслабиться. Но, но, но... Нужно завершать. Его, как бы, профессия подразумевает, крайнему подающему завершать. Бакич, и динго вне заявки сегодня были, может быть, что-то со здоровьем? Нет, ну, динго восстанавливается, потому что там, ну, когда были надборы, там, человек чуть не сломал его ногу. Мы это не афишировали, но он уже тренируется фактически в общей группе, чтобы в дружесей арене были рассматриваться этих игроков. Бакич тренировался полностью, но, повторюсь, у нас конкуренция очень высокая среда нападающих, и, думаю, еще будет выше. Почему? Ну, ну, любой нападающий должен доказывать свою игру, или любой игрок должен доказывать свою игру. Вот сегодня и сейчас достойно, а завтра, послезавтра это не надо. Вот сегодня и сейчас. Следующий матч тоже покажет ситуацию. Поэтому мы, как бы, спокойно к этому относимся. Нам удалось создать здоровый конкуренс. Там дальше посмотрим. Спасибо. Будут еще опросы? Сегодня, на сегодняшний матч, отстроен реализационное место, которое было в прошлом сезоне, потерял Игорь Шиков. Вместо него сыграл Сергей Маклейчик. С чем связано то, что Игорь остался... А вы слышали, что отвечает? Очень высокая конкуренция во всех линиях. Ну, так есть, кое-какие такие. Шероховатость, ну, удалось. Создать очень высокий конкурент. Поэтому, ну, Игорь Шиковшев принимал участие. Ну, так, неплохо, так. Пошел выбор, в принципе. Стоит требоваться. Саша, мы с тобой знакомы, наверное, шести лет, да? С 1966 года, когда мы первый раз, я пришел, и годово на тренировку, нас набирали 40 человек, и шел. Ну, Саша знакомы с 1966 года. Саня, я рад тебя видеть. Взаимно. Победы. Леонид Санянович, выход в последние 20 минут, вот, быстрых нападающих, Шиковка, Бахар, Ложкин, это было изначально продумано? Либо по ходу игры, после забитого гола, вы поняли, что можно ловить на контратаках? Ну, ну, как бы, сказать, что так, в любом случае, стратегия матча выстраивается, да, но в любом случае, матч предъявляет некоторые свои такие нюансы, да, и сказать, что там мы, мы стратегически правильно выстроены, знаете, стратегически правильно, и мы стратегически иградываем, ну, это такая тонкая материя, что такое стратегия, кажется некоторым, что, ну, скажем, угадалка, как говорят, тренер, а как я говорю, неужели? Поэтому нужно было, ну, в нужное время, в нужный час поставить того же того игрока, вот, лицо, да, почему-то, там есть некоторые нюансы, шероховатости, но это, это у нас получилось, будем стараться, чтобы у нас получалось, и дальше, ну, каждый матч, это отдельная история, я повторяю, это отдельный состав, отдельная история, отдельная готовность игроков, это не просто, это игрок. Вот я так недавно смотрел хоккей такой интересный, да, и узнал, что интересно, что, как бы, ну, вот Динамо-Минск играет со СКА, да, узнал, что Динамо-Минск пять пяти игроков с Косеми, ну, так, немножко, да, но семь это лучше, чем пять, почему, потому что выходят игроки таковые, отдохнувшие, такое же мастерство, фактически, ну, это я почему привожу пример, ну, очень много аналогий у нас с хоккеем, Саша, когда мы с тобой занимались, мы очень много играли в хоккею, поэтому здесь нужно учитывать в каждом, так, как бросает, как, или как отдают, как бросает, кто уйдет, кто не уйдет, возможно, могла быть замена, но повторюсь, команда, только Дашурина очень серьезный соперник, в первом туре, для любого, думаю, для любой команды, это бронзовый призер, очень известный тренер. Будут еще вопросы? Я бы спросил, что вопрос в межсезонье, очень сильно команду в межсезонье критиковали за закрытость, за то, что очень мало информации доносило, что Динамо, в Сочи, например, как Вы считаете, насколько проблемным является такая... Никакой проблем, первое, объясню. Мы живем в какое время? Ну, в непростой болезнь. Второе, у нас не было, ну, даже, скажем так, у нас не было достаточно места для всех игроков. Третье, ну, как бы, в связи с тем, что закрытость, мы заезжали на базу или так приезжали, где закрытые были поля. Ну, понимаете, не... Всем кажется, вот открытый матч, и все должны бурьбой хлынуть и смотреть. Смотреть нужно чемпионат вот сегодня и сейчас, в следующем, в следующем. Ну, есть кое-какие принципы, а то, когда говорится, там, закрыли, при отношении не взяли. Ну, я взял количество игроков, которые нужно было для тренировочного процесса. Понимаете? Ну, а там, я не знаю, как закрытый, закрытый. Я не могу судить об этом, я даже не обращаю на это внимание. У меня есть свои проблемы, я их пытаюсь решить, команду. У вас, естественно, свои проблемы. Понимаете? У меня нет каких-то инцидентов. Хотя я их всегда на сборах очень много. Поле засыпало, автобус пробки час-полтора. Не заехал в Турцию, там все, держишь. Там все непросто. Так, кажется, что главный тренер, это все просто, там, все подготовлено, он с сигареты лежит, отдает распоряжение, не, шатует, нет. Это, как бы, большой коллектив футболистов и прочее, прочее. Хотя, благодарен, что мы очень плодотворно провели руководство клуба, что удалось все-таки нам. Опять же, повторюсь, вы даже не видели, какие условия были. Вот сегодня это просто лопатка. Как я и говорил. А там было иногда такое, что нам приходилось тренироваться, и спасибо ребятам, что выдержали. Это, поэтому... Никто не гнует. Это и есть, скажем, что... Заключите свой вопрос. Я, благодарю Александру. Конюшенцы. Для многих тренеров мы видим с проблемой в представлении так называемого лимитчика молодого игрока одного. Ну, судя по тому, как сегодня сыграл бы в эскибах, вы очень эффективно использовали. А одной проблемой для вас это не стало? Если вам сказать, что в неделю тому назад мы сделали операцию, то его убили. Да. Ну, так. Она небольшая, но было за две недели. Фактически. Ну, мы готовим ни одного лимитчика, поэтому... чтобы пройти чемпионат одного-двух малого. Как я говорил, провел аналогию. Поэтому... И вот эти обоймы наших молодых футболистов мы должны развивать. Мы развивали... Сколько у нас там? Восемь или девять молодых футболистов было. Фактически мы так. По и второму. Мы их должны развивать, будем развивать, потому что требуют такого регламента чемпионата. Понимаете? Ну, в любой момент может любой лимитчика. За два дня доигрывать совсем другая игра. И все другое будет. Поэтому... Вот так вот. Так бывает, и мы их должны к этому быть готовы. Александр Петрович, еще один вопрос подружки. Да. Подавли. Ну, последний вопрос, тогда... Что вы ждете от этого сезона и на что способен? Динамо. Никто не знает на что она самоспособна. Что я жду. Ясно, что... Как говорят, ни на пляжи выезжать, ни прохлаждаться. Главный тренинг. Поэтому... Сезон все покажет, что... Нас немножко... Калашматило в прошлом сезоне. То вверх, то вниз. Ну, это так. И были объективные, субъективные. Надеюсь, будем потихоньку втягиваться в сезон. А время покажет, что нас ждет. Все очень много. Очень тонкая материя команды и игроки. Взаимоотношения. Вот. И ее нужно сохранить. Поэтому... Никто не знает, как. Поверьте мне, из тренеров... Ну, вот так говорят, когда Гвардиолог, ну, конечно, если ты миллионов триста потратил на трансфер, ну, конечно, ты говоришь, туда он делает, туда и обратно. Поэтому... Нормально. Будем по мере годит сезона втягиваться в сезон. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.